Наталье нужно забраться на бензовоз, чтобы взять пробу бензина. Ее задача взять две пробы, донную и контрольную. По ним она определит, есть ли в бензине примеси и соответствует ли он всем нормам. В цистерне новое топливо АИ-95К5Е6. Производит его в Рязанской нефтеперерабатывающей компании с мая 2019 года. Стоит отметить, что организация производства данного бензина является венцом или результатом масштабной инвестиционной программы компании «Роснефть». В частности, реализация данной программы на Рязанской нефтеперерабатывающей компании. В чем она заключается? Это модернизация действующих производств, это ввод новых объектов, это ввод новых технологий. Для примера, в 2019 году предприятие завершило модернизацию установки каталитического реформинга. Итогом проделанной работы стало увеличение октанового числа получаемого компонента. А вот для того, чтобы бензин стал евро-6, важным пунктом является очистка от серы, ароматических и олефиновых углеводородов, концентрации смол и бензола, что происходит в том числе здесь, на установке низкотемпературной изомеризации. На данной установке имеется два блока основных. Сначала сырье приходит сюда на гидрочистку, на которой происходит удаление сернистых, азотистых, осторожных соединений. Потом после гидрочистки поступает на блок изомеризации, где в процессе каталитической, так скажем, процесса происходит преобразование одних углеводородов в другие углеводороды с повышением октанового числа. На выходе получается изомеризат, который является ценным компонентом бензина. Отсюда он попадает в резервуары, где смешивается с другими компонентами. Очистка влияет на два важных фактора – повышение экологичности топлива и на повышение надежности эксплуатации двигателя автомобиля. Автомобильный двигатель меньше загрязняется, меньше засоряется. Про воздух, если говорить, то, опять-таки, снижение содержания серы в бензине снижает образование диоксии серы. Тоже, соответственно, снижает выброс атмосферного воздуха. Готовое топливо АИ-95 Евро-6 поступает на наливную эстакаду, где инженеры наливают его в вагон цистерны. Налив одной такой цистерны емкостью 60 тонн занимает 10 минут. Один состав из 32 цистерн заполняют за 6-8 часов. С завода топлива поступает в разные регионы Центральной России и, конечно же, в Рязань. Перед тем, как попасть на АЗС Роснефти, оно проходит многоуровневый контроль качества в лаборатории Рязань нефтепродукта. Здесь его проверяют сразу по нескольким показателям – содержание серы, октанового числа, концентрации смол и так далее. Бензовозы с топливом отправляются на заправочные станции каждый день. И перед тем, как топливо попадает в топливные баки автомобилей, бензин проходит еще одну проверку. При соответствии показателей качества установленным нормам оформляется паспорт. Каждая партия топлива, поступающая на СЗК, сопровождается паспортом качества, который представлен вниманию клиента на информационном стенде в уголке потребителя. Этим занимается старшая смена. Наталья проверяет каждый бензовоз. Качество для Роснефти – главное. Поэтому у компании появляются новые марки топлива с все более высокими характеристиками. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.